Сейчас мы проработаем практику исцеления рода. Я предлагаю занять удобное положение. Можете сесть. Но предлагаю прилечь и расслабиться. Полностью расслабиться. Сделать глубокий вдох и выдох. Вы должны почувствовать расслабление. Во всем своем теле. От кончиков пальцев на ногах и самой макушке на голове. Еще раз вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Расслабляемся. Чувствую музыку. Расслабляемся. И переходим к практике исцеления рода. Так как это глубокая медитация, я предлагаю перед медитацией сделать обращение и попросить мысленно благословения у Бога Матери, Отца, Творца, у нашей Матери Земли. Я прошу ангелов кармы о помощи в проведении гармонизации и балансировке энергетической системы моего рода. Я выражаю свою волю быть заземленным в процессе проведения этой работы. Я прошу провести работу максимально комфортно для меня, с уместной интенсивностью и скоростью для меня. В этот момент мы получаем поддержку. Божественные энергии проникают к нам золотыми искорками, пламенем, огнями. Создаем золотую сферу гармоничной событийности. Приглашаем создать вместе с нами сердечное пространство, преобразующее весь наш мир. Итак, настраиваемся на свой род. Те, кто воплощен сейчас вместе с нами, все здесь проявляются, наши близкие, родные, друзья. Это человеческая семья. Перед нами возникает золотая точка. Она начинает расширяться, принимает форму сферы. Сфера растет. И вот, она уже такая огромная, что мы делаем шаг и входим в нее. Каждый наш вдох и выдох – это свет и любовь, излучаемая из нашего единого сакрального сердца. И вот, уже сфера все больше и больше. Она может коснуться горизонта, может уйти за горизонт, а может охватить всю планету Земля. Расширяем золотой поток Творца. Сфера становится все более и более прозрачной. Мы уже начинаем видеть, что находится вокруг. Настолько, что видим, это пространство наполнилось светом и любовью. Постараемся увидеть вдалеке особое дерево. Древо нашего рода. Нам надо будет подойти, но мы издалека можем рассмотреть, что это за дерево. Для кого-то это будет цветущее плодовое дерево, для кого-то это будет великолепный дуб или баобаб. Каждый видит свое дерево. Но в этот момент мы понимаем, что это древо рода, нашего рода. Подходим очень близко к древу. Руками, ладошками прикасаемся к его стволу. Смотрим, как выглядит дерево. Сначала сам ствол, его кора. Есть ли на ней трещинки, выбоины, молодая ли кора, или уже отслаивается от ствола. Каждый осматривает свое дерево. У кого древо имеет здоровый, чистый ствол радуется, обнимает и поглаживает его. Кто нашел некоторые повреждения или желает придать ему свои новые энергии жизни, поворачивается направо и видит небольшой садовый столик. На нем встает две лейки. Первая лейка имеет надпись «Мертвая вода». Если на коре или кроне есть повреждения, сначала мы уберем саму структуру повреждения и только потом возьмем вторую лейку, на которой написана «Живая вода», то есть дадим жизнь исцеленному участку ствола. «Если мы заметили повреждения, направьте свою лейку на эти места, поливая их мертвой водой». «Если дерево очень высокое и раскидистое, и вам сложно это делать, взмахните волшебной палочкой и отправьте лейку в полет. Она сама найдет все то, что здесь необходимо исцелить, используя энергии мертвой воды, возрождая молодую, первородную структуру». Действуем, внимательно наблюдаем, работаем с древом рода. Теперь лейка с мертвой водой улетает обратно на садовый столик, а вы берете в руки лейку с живой водой. Мы знаем, что жизнь дерева начинается от корней. Это связь с матушкой землей. В первую очередь полейте корни дерева. Прямо под корни направляйте потоки с живой водой, чтобы каждый корешок встретил водные струйки, соединился с ними и начал поднимать энергию жизни по корням к стволу, к веткам, к листьям. Отпускайте лейку в полет, пусть она теперь оросит своей живительной влагой все дерево, корни, ствол, крону, все ветки, все тросточки и листву. Лейка летает вокруг дерева, а вы с любовью наблюдаете. По завершению ставим эту лейку на столик. Теперь вы отходите от дерева, осматривайте, все ли вам исцелено. Если остались сухие веточки, обязательно пошлите им любовь и свет. Не отламывайте их, а направьте им исцеляющие энергии, чтобы сначала веточка стала зелененькой, потом на ней появились почки, а потом распустились листочки. Мы полностью возрождаем энергию нашего древа. Каждое воплощение это листик на вашем древе. Это и ваше воплощение, и воплощение ваших предков. Важно, что опыт рода становится единым. Просим наставников рода, хранителей рода, проявиться рядом с нами, прийти к нам на помощь. Можно призвать совет старейшин рода. Кто с кем привык общаться, тот того и призывает. Просим создать для нас особый кристалл связи, связи с нашим родом. И вот кристалл уже возникает в наших руках, и мы обращаемся за благословением к древу рода и ко всем его хранителям, за разрешением установить прямое общение с представителями рода с помощью этого кристалла. Наблюдаем, как потоки энергии заполняют кристалл связи, как ваша любовь, ваше чистое намерение и ваша просьба о сотворении постоянного канала световолнового общения с вашим родом устанавливается. Как только ваш кристалл засветился, поднесите его к древу рода. Кто-то увидит, как кристалл входит через ствол, а кто-то увидит, как он втягивается в корни. Для кого-то он загорится на ветке, как чудесный алмаз. Не забудьте поместить светокопию кристалла в свое сердечное пространство. Теперь в любой момент вы можете связаться через этот кристалл с вашими родовыми структурами. Чувствуем, радуемся, улыбаемся. Теперь рассмотрим цветы на этом дереве и в первую очередь просим показать наш собственный личный цветок жизни. он может выглядеть у каждого по-разному, например, цветок яблони или вишни, или даже кабачка. Главное, вы видите сейчас свой собственный цветок жизни. Внимательно посмотрите на него, проверьте каждый лепесточек этого цветка с внутренней стороны и с внешней, чтобы нигде не было темных точек повреждений, чтобы листики не изгибались, а были чистыми, здоровыми, красивыми. Проверяем пестики и тычинки, осматриваем, как цветок прикреплен к ветке вашего древорода. Здоровая ли цветоножка, хорошая ли между ними связь, поступает ли энергия жизни в ваш цветок. Поухаживайте, позаботьтесь о нем. Если у кого-то он светится, радуйтесь, значит все, что вы делаете в жизни сейчас правильно. А также мы можем попросить, чтобы нам показали цветы жизни наших близких, наших родных, с которыми мы постоянно общаемся. И которым мы можем точно также помочь сейчас через единство нашего рода, через помощь целителей рода, хранителей рода, совета старейшин рода. Смотрим на эти цветы. Кто-то увидит один цветок, которому сейчас нужна помощь и поддержка, кто-то увидит много. Мы только что научились работать с собственным цветком жизни, а теперь просто переносим опыт на все цветы, которые нуждаются в нашей помощи. эти цветы тоже могут быть разные. Вам могут показать и цветы жизни ваших родителей, бабушек, дедушек, ваших предков, тем, кому сейчас в это время, через сферическое время, мы можем оказать помощь. У кого-то зацвело все дерево, у кого-то только один или два цветка. Это не важно, важно, что мы сейчас передаем опыт любви, опыт исцеления любовью каждому, кто появился на этом древе, как цветок жизни. Расширяем поток. Напоминаю, что мы по-прежнему находимся в золотом пространстве. Только золото не закрывает наши видения и ощущения, а позволяет нам действовать именно с благословения Творца, с благословения хранителей, целителей рода, совета нашего рода. Замечательно все получилось. Из нашего духовного видения исчезают цветы цветочек дерева. И вот оно опять чудесное с зеленой кроной. Что над деревом? Тучки или голубое небо? Если тучки, разгоняем их руками. Пусть к нам придет солнечный свет и нежно коснется каждого листочка. Мы уже полили дерево, оно уже впитало нужную влагу, теперь проявляется солнышко, голубое небо. Все в этом прекрасном свете создатель. А теперь особый момент. Обратитесь к хранителям рода, к старейшинам рода, с просьбой дать вам возможность выйти на связь с вашими предками. Звучит чудесная музыка, раскрывается ствол, ствол дерева. И вы видите, как из этого ствола начинают появляться люди. Некоторые из них вам знакомы, а другие незнакомы. Они в одеждах разных эпох. Здесь может появиться даже и вы сами в ваших прошлых воплощениях. Посмотрите, как много человек собралось здесь перед древом рода. У кого-то вы можете попросить прощения, если в свое время у вас эта возможность не была реализована. Кто-то вам особенно дорог, и вы можете его обнять. Или так рады сейчас почувствовать ваши энергии и вместе с вами внести необходимые изменения в энергоинформацию прошлого. Так проявляется единое божественное преображение родовых связей. А сейчас просто принимайте энергию, любовь, просите прощения, прощайте и получайте их благословение. Попросите дары, которые они вам могут передать. Те дары, которые они не успели вам преподнести, их знания, их возможности и их опыт. Смотрите, что сейчас проявляется в ваших руках. Кто проявляется рядом с вами? Какое благословение вы получаете? Какой жизненный опыт рода вы принимаете? Кто-то получит дар целителя, кто-то проявляется как ученый исследователь, у кого-то замечательная шапочка на голове появится и мантия. Это проявление духовного сана. Что вам преподносят? Как вам показывают принадлежность к роду? Просто пообщайтесь. Мы еще раз смотрим в глаза своих предков, всех представителей нашего рода, обнимаем их своей любовью, благодарим за сотворчество. Они возвращаются в ствол дерева, и дерево озаряется глубинными внутренним светом. Древо рода, как живое существо, радуется произошедшему. Мы еще раз любуемся древом рода и отмечаем те изменения, которые произошли во время нашей практики. Последний прощальный взгляд, и мы поворачиваясь видим свой жизненный путь. Для кого-то это дорога из золотых кирпичиков, а для кого-то это чудесная полевая или лесная дорога. У каждого на горизонте появляется особая путеводная звезда, зажженная нашей душой, нашим высшим Я. Сотворяем энергию, единую энергию благодарности. Благодарим великих учителей, Мать, Мира, высшие силы света, объединившие и поддерживающие нас в работе. Благодарим Бога, Мать Отца Творца за благословение. Благодарим Матушку Землю за сотворчество. Низкий поклон представителям нашего рода, которые были готовы и проявились для совместного служения. Благодарение, благодарение, благодарение. Глубокий вдох, выдох, глубокий вдох, выдох, вдох, выдох. Мы возвращаемся с глубокой не пытаемся. А с вами была проводила практику Юлия Жукова. До новых встреч! Юлия Жукова.